Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской компании Текмил. И я представляю вашему вниманию свой обзор по техническому анализу отдельных инструментов, которые представляют интерес на текущий момент. Сегодня понедельник, 13 апреля. Я предлагаю рассмотреть евро, который продолжает восходящее движение, как и ожидалось, и после вероятной коррекции может его продолжить. Британский фунт, похоже, торгуется в рамках широкого боковика и сейчас цена стоит у верхней границы, от которой может направиться к его нижней границе. Также рассмотрим японскую иену, которая взяла перерыв укреплений, торгуясь в рамках нисходящего канала и вскоре пара может локально вырасти. Итак, евро постепенно продвигается вверх в рамках прогноза и вероятно потенциал роста еще не исчерпан, хотя развитие коррекционного снижения сейчас исключать все же нельзя. На закрытии прошлой недели пара в очередной раз обновила локальный максимум, пробив, а затем и закрепившись выше уровня сопротивления на 1.09.27, где на данный момент и консолидируется, что в свою очередь поменяло его полярность на поддержку. В целом заметно стремление цены к росту, однако перед новым импульсом возможно развитие локальной нисходящей коррекции, предположительно в диапазон между уровнем поддержки на 1.09.27 и разворотным уровнем на 1.08.30. Если цена пойдет по этому сценарию, будет необходимо дождаться возврата выше уровня поддержки на 1.09.27, что подтвердит намерение по росту, где ближайшей целевой точке по-прежнему выступает уровень 1.10.53. Отмена сценария состоится в случае снижения за пределы разворотного уровня, расположенного на 1.08.30. Ну а британский фунт пока продолжает торговаться в рамках широкого диапазона, цена тестирует его верхнюю границу и вскоре может состояться отбой от него и снижение в область нижней границы образованного коридора. В целом существенных изменений в паре не произошло с учетом последних движений, вносятся лишь небольшие уточнения по уровням и целям, сценарий на снижение пока остается в силе. Последняя волна роста представляется больше коррекционной с большим количеством откатов, что ставит под сомнение вероятность продолжения роста, поскольку на данный момент цена натолкнулась на важный уровень сопротивления в районе 1.2508. Невозможность преодоления этого уровня поможет продавцам отправить цену к нижней границе диапазона с первой целью на 1.2287 с потенциальным прохождением до 1.2208. Для реализации этого сценария необходимо закрепление ниже сопротивления на 1.2508 с возможным обратным ретестом этого уровня и последующим отбоем вниз. Отмена сценария состоится в случае продолжения роста к разворотному уровню на 1.2639. Ну и наконец последнее это японская иена, которая торгуется в рамках умеренно нисходящего бокового канала с постепенно расширяющейся амплитудой и вероятно взяла паузу в укреплении против доллара США, что может привести к некоторому коррекционному росту пары ближе к концу недели. Очевидно, что цена пока торгуется в рамках канала и можно ожидать в его границах, она пока и будет торговаться, прежде чем выйти из него. Учитывая предыдущую волну роста, логично, что после выхода из канала все же состоится вверх. Границы канала просматриваются в пределах между уровнями 107, 81, 108, 45. Подтверждением данного сценария может стать достижение его верхней границы примерно в районе 108, 60, последующий отбой направит цену уже к нижней границе в районе 108, 54, после чего уже может состояться окончательный выход из канала с ростом к отметкам 109, 06, с потенциальным достижением 109, 37, подтверждением которого станет рост и закрепление выше текущего уровня поддержки на 107, 81. Отмена сценария состоится при продолжении снижения ниже разворотного уровня на 107, 25. И на этом у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной торговли и до новых встреч в следующем выпуске.